12-летняя спортсменка Милана Сакута занимается плаванием почти 7 лет. Она, как и другие воспитанники Дворца Творчества детей и молодежи, с нетерпением ждет завершения капитального ремонта в бассейне. А пока эту часть дворца реконструируют, Милана продолжает тренировки. Пусть не на воде, а на суше, но любой опытный пловец скажет, что для того, чтобы проплывать длинные дистанции, нужно иметь хорошую физическую подготовку. Именно над этим Милана Сакута и работает во время школьных каникул. Чем больше спортсменка тренируется в зале, тем лучше она будет чувствовать себя в воде. Пока у нас лето, мы занимаемся сухой тренировкой, а когда не лето, то тогда мы занимаемся в бассейне. Если у нас закрыт бассейн, то тогда мы занимаемся в других школах. Мне нравится плавать, я люблю в воде находиться очень долго, могу несколько часов там находиться. Для трех тысяч человек бассейн стал любимым местом для посещения. В день он может принять около 800 пловцов. Почти два года ремонта прошли не зря. Основная чаша бассейна будет размером 25 на 12 метров с четырьмя плавательными дорожками. Отдельная малая чаша будет оборудована для самых юных спортсменов. Это позволит нам сегодня расширить и сеть объединений по интересам, которые у нас есть, плавание, фитнес, акваэробика и многие другие. Но мы уже говорили неоднократно, что особенностью нашего бассейна будет то, что есть возможность заниматься ребятам с физическими особенностями. Именно ребята, которые сегодня, к сожалению, не могут перемещаться без подручных средств. У нас есть в бассейне подъемник, который поможет ребятам с ограниченными возможностями двигательными заниматься плаванием, заниматься реабилитационными мероприятиями. Дизайн проекта бассейна уже разработан. Масштаб строительных работ колоссальный. К основному зданию бассейна теперь присоединена дополнительная пристройка. В ней будут размещены тренерские кабинеты, новые душевые и классы по занятиям шахматами. С начала 2020 года работы ведутся непрерывно. Произведены работы по разборочным работам бассейна, демонтажа, после обследования бассейна пришлось производить демонтаж старого бетона, частично бетонирование, другими словами, усиление чаши бассейна, которые эти работы уже на данный момент выполнены. Сейчас производятся изоляционные работы. На данный момент после изоляционных работ будет производиться испытание бассейна. То есть наполняется водой и будет испытание. Вместе с бассейном во Дворце Творчества активно проходит ремонт спортивного зала. Здесь будут работать секции, в частности, одна из самых любимых секций у детей под дзюдо и самбо. Строительство спортивного зала завершено на 95%. Здесь осталось только установить освещение. Строители работают в ускоренном режиме, ведь уже 1 сентября здесь начнутся тренировки. Обновится и парадный вход во Дворец Творчества детей и молодежи. Прямо сейчас ведется активное благоустройство прилегающей территории и ступенек, ведущих ко дворцу. Ориентировочное завершение ремонта дорожек и лестницы – ноябрь 2020 года. Но тем не менее и сейчас во Дворце проходят занятия в различных кружках и секциях. Важный вопрос для родителей – чем занять ребенка в летний период? Конечно, можно попробовать пустить дело на самотек, представить их самим себе. Но будет ли от этого польза – едва ли можно предполагать. Детям нужен активный отдых, чтобы летние каникулы прошли не только весело, но и с пользой для здоровья. Очень много детей интереса выбрать именно за летний период, определиться с видом спорта, который они хотят в дальнейшем развивать, либо приходить, заниматься, тренироваться в этом виде спорта. Поэтому программа у нас даже в час, в летний период построена таким образом, что ребенок может посетить 3-4 секции и уже сформировать какое-то видение, мнение на следующий год. В целом, лето – это отличное время для того, чтобы решить, какое занятие будет по душе. Во Дворце творчества детей и молодежи именно этому уделяют основное внимание. Наталья Мельникова, Виталий Рубанов, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова